В 2006 году специалистами британской фирмы был запретен робот Теспиан. В переводе с английского Теспиан обозначает драматический актер. Заменит ли драматический актер настоящего актера, мы узнаем по прошествии времени. А заменит ли учителя робот-учитель, нам расскажет победитель конкурса «Учителя года Москвы» Игнат Игнатов, учитель информатики. Добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги. Я пока живой учитель. Меня робот не заменил. Мой мастер-класс сегодня называется «Верю в разум». Как вы думаете, о чем пойдет речь? Искусственный интеллект, совершенно верно. И, наверное, каждый современный человек должен сформировать свое взвешенное суждение о том, что же такое искусственный интеллект, чтобы, не дай бог, как-то неадекватно реагировать на вот такие вот заголовки статей. И, не дай бог, чтобы в топ-10 профессий, которых заменит искусственный интеллект, оказалось наше с вами. Но нельзя, как бы, голословно утверждать о том, что этого никогда не произойдет. Поэтому давайте сегодня поработаем и сформируем свое взвешенное суждение о том, что же такое искусственный интеллект. Сравним его, наверное, с нашим человеческим, с естественным интеллектом. И попробуем ответить на вопрос, а какие же навыки нужно развивать, чтобы этого никогда не произошло. Для начала поработаем с определениями. Пожалуйста, глядя на эти определения искусственного интеллекта, ответьте, пожалуйста, на вопрос, в чем, по-вашему, ключ к пониманию того, откуда исходят угрозы вообще? Есть какие-то версии? Замена человеческих функций, творческих функций. Действительно, что творческие функции человека, способности создавать, они имеют прямое отношение к интеллекту. В определении просто интеллекта, естественного интеллекта, мы можем увидеть, какие же это способности. Это познание, решение проблем, ощущение, восприятие, память, внимание, способность приспосабливаться, способность к обучению и запоминанию. Вот и давайте сегодня нашу работу построим в формате сравнения потенциала машинного интеллекта и нашего с вами человеческого интеллекта в формате сравнения, каких-то синонимов, ассоциаций. И результаты этой битвы мы с вами будем фиксировать, когда на слайде будет появляться вот такая картинка. Я попрошу тоже воспользоваться современными средствами, телефонами с выходом в интернет. Мы пройдем по ссылке, вы там подведете итог. За кем же, кто же победил в этом раунде. Итак, раунд первый. Итак, начнем мы с ощущения, потому что именно с ощущения начинается цепная реакция всех других способностей. У каждого из нас есть органы чувств, у кого-то они настроены тоньше, у кого-то нет, но их не может быть у нас больше пяти. А искусственный интеллект мы можем вооружить бесчисленным количеством различных датчиков, которые могут улавливать, исчитывать все, что угодно. Кто же из нас лучше видит, человек или компьютер? В разных источниках представлена разная информация, но мне кажется, что здесь спор неуместен. Искусственный интеллект может видеть гораздо больше. Но зато человек может видеть прекрасное, спасибо, красоту. Человек также, какую эмоцию, ой, я проговорился, что мы, когда мы видим красоту, мы испытываем эмоцию. Мы эмоцию можем не только испытывать, но еще и передавать, проявлять и распознавать. Какая, кстати, эта эмоция? Радость, да? Способность к пониманию, восприятию и распознаванию эмоций называется эмоциональный интеллект. Как вы думаете, искусственный интеллект способен к этому? А? Со временем можно научить. Я открою вам секрет, что искусственный интеллект уже умеет это делать. Он распознает наши эмоции по мимике, интересные изобретения, которые обращаются к распределению температуры нашего лица, да? И даже к подкожному кровотоку. Они это делают лучше, чем мы, да? И в конце этого раунда я приведу вот такую вот цитату из мной очень любимой книги, что зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Пожалуйста, в завершение первого раунда возьмите, пожалуйста, ваши телефоны. Можно считать QR-код, можно просто пройти по ссылке. Если нет желания этим заниматься, можно просто подвести итоги у себя в голове. Там маленькая анкетка, простой вопрос, кто победил в этом раунде. Всего лишь два варианта ответа. Выберите, пожалуйста, один. И дальше мы пока не двигаемся. То есть на второй вопрос будем отвечать чуть-чуть попозже. Честно, ну смысл отвечать нечестно. Как вы думаете, за кем этот раунд? Кто же победил? Ну а мы потихонечку двигаемся дальше. Вторая способность, второй раунд — это восприятие. Существует очень много трактовок этого понятия. Я не привел на слайде ни одну. Почему общее у этих трактовок является то, что результатом процесса восприятия становится построенный образ? А образ — это субъективное видение окружающего мира. Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Согласитесь, так? И, наверное, у каждого из нас сформированы свои образы тех или иных понятий. Скажите, а образ чего проще сформировать? Того, что более-менее знакомо, я вижу или могу услышать или увидеть, или того, чего я увидеть не могу, то, что еще не знакомо? Это проще, да? А сложнее то, что не знакомо. Логично. Так вот, для человечества, наверное, вы согласитесь со мной, до сих пор стоит задача сформировать образ таких вещей или понятий, как пространство и время. Давайте посмотрим. Сейчас будет небольшое упражнение. Некие образы пространств. Наша с вами задача — отгадать пространство какого учителя на слайде. Пространство какого учителя? Математика, царица наук. Спасибо. А это? Физика. Супер. Это? Моя королева. Да. А это? История. Замечательно. А это? Рисование. Еще версии? Это зауч, да? Не совсем верно. Здесь нужно смотреть под микроскопом, и вот такое вот пространство. Биология. География. Политическая география. Есть еще версии? Люди в разных странах мира говорят на иностранных языках. В моем виде, ну, это опять же образ, да, субъективный. Я так представляю пространство лингвиста. Да, спасибо. Рисование, искусство МХК. Музыка. Общество знания. Это мой образ психолога. А если бы я был филологом, то мое пространство выглядело бы вот так. Да, когда мы формируем образ, мы обращаемся не только к каким-то зрительным картинкам, да, мы еще формируем их с помощью языка. На слайде можете увидеть, как время присутствует в нашем русском языке. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, как все-таки человек формирует образ того, чего он еще пока не знает, то, что еще не знакомо. Ассоциации проводят синонимы, какие-то параллели, пытаются это нарисовать с помощью чего? С помощью чего-то уже знакомого, да? Извините, совершенно верно. То есть мы более сложные понятия раскладываем на какие-то простые понятия. Вы удивитесь, но компьютер делает то же самое. Распознавая образы. Сколько времени вам нужно для того, чтобы распознать, где здесь собака, а где здесь кошка? Секунду, моментально, да? Для компьютера, для некоторых систем это еще не решенная задача. То есть для него это действительно очень трудно. И пока он будет раскладывать это изображение на составные части, то есть у левого и правого есть уши, есть нос, глаза, лапы, да? Ну а что отличает? Это ему очень трудно. И пока вы проходите второй этап нашего голосования, кто же победит, скажу, что человек, он образы создает, а искусственный интеллект образы распознает. Да, он их создать не может. И еще один любопытный факт, то что в 1780 году Иоганн Генрих Пестолотце вел термин образование, и он имел в виду под этим формирование образа. И в процессе образования человека ему нужно эти сформированные образы как-то обрабатывать и где-то хранить. И наш следующий раунд — это мышление и память. Мы знаем прекрасно, что искусственный интеллект и компьютеры уже побеждали чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Победили также молодого человека по имени Ли Сидол в игре в Го. И также искусственный интеллект обыграл четырех чемпионов мира в покер. А покер — это игра, где нужно не только мыслить, но еще и блефовать. Скажите, какие виды мышления вы знаете? Логическое, образное, абстрактное, ассоциативное. Они творческое, спасибо. А? Какое? Критическое, замечательно. А вот когда я... А? Аналитическое, хорошо. Это все мышления, типы мышления, свойственные кому? Человеку. А у компьютера, у искусственного интеллекта какое мышление? Он все делает алгоритмическое. Спасибо. Двигаемся дальше. На экране оперативная память моего компьютера домашнего. У человека ресурс памяти, он ограничен или не ограничен? А? До определенного возраста ограничен, да? Ну или не ограничен? Индивидуально, да? У человека... Ну, сколько информации вы можете запомнить? Можете ли вы запомнить всю информацию, а? Ну, всю информацию о мире мы же не можем, да, уместить у себя в голове. А у компьютера? Да? А еще у компьютера можно вытащить флешку, потом вставить другую, и он будет новую информацию, да, обрабатывать моментально. Как вы думаете, что это за число? Большое число — это один из примеров, сколько вообще информации в мире, да, располагает компьютера. 90% всех данных в мире созданы за последние два года. К 2020 году здесь будет не 20, а 40 зетабайтов информации. Но зато человек помнит сердцем. Да, он может вспоминать что-то, да, воспоминания. Я помню чудное мгновение. Итак, раунд наш подошел к концу. Пожалуйста, голосуйте. Хочется, пока вы голосуете, я отмечу, что и у человека, и у компьютера есть, ну, могут возникать проблемы с памятью. И там, и там это не лечится, но люди работают над этим. Итак, мы продолжаем. Память, я сказал уже, что это некий ресурс. Переходим к ресурсам. Да, раунд четвертый. Очень быстро. Внимание. Человеку свойственно терять концентрацию. Внимание может рассеиваться. Поэтому мы с вами на уроках что делаем, чтобы внимание не терялось? Ага, переключаем вид деятельности. Ага, я понял, хорошо. О, а компьютер, соответственно, может делать что-то очень долго, пока мы ему не скажем стоп. Выносливость. Да, то же самое. Человек может что-то делать и уставать, компьютер может делать это бесконечно долго. Но всем нам нужно при этом подзаряжаться. Сколько дел одновременно вы можете делать? Немного. Один, два, три, кто-то может быть максимум пять. Мой ноутбук в состоянии покоя может делать 381 дело одновременно. Просто он работает. И интересное такое сравнение про скорость, скорость вычислений. В 2016 году в США был создан компьютер. Он считается одним из самых быстрых компьютеров. Скорость вычислений это количество операций, которые может делать компьютер в секунду. Так вот скорость операции того компьютера один квадриллион операций в секунду. Это миллионы миллиардов в секунду. Ну а в системе образования мы знаем, что выпускник школы может решить 19 заданий профильного ЕГЭ по математике за 3 часа 55 минут. Но на самом деле, пока вы голосуете, я скажу, что не так. Что вот этот самый быстрый суперкомпьютер был создан для того, чтобы имитировать работу человеческого мозга, воспринимающую информацию только от одного глаза. То есть способности человеческого мозга гораздо выше скорости, чем искусственного интеллекта. Ну и мы переходим к последнему нашему раунду. Называется обучение. Я не буду приводить примеры, касаемые человека. Вы лучше меня знаете, как происходит процесс обучения. Скажу лишь несколько примеров про искусственный интеллект. Искусственному интеллекту, чтобы научиться, нужно тысячи примеров. Сколько примеров, чтобы чему-то научиться, нужно вашим ученикам. Одна из проблем обучения искусственного интеллекта — это переобучение. То есть вместо того, чтобы улавливать закономерности, машина ищет ответы. И как следствие, следующая проблема — это катастрофическая забывчивость. Научить чему-то новому, вот конкретно, если он научился решать какую-то определенную задачу, то научить чему-то новому практически невозможно. Весь предыдущий опыт утрачивается. Эту проблему сейчас решают с помощью так называемых цифровых привычек. Ну и, на мой взгляд, самое важное — это постановка задачи. Кто является мотиватором обучения искусственного интеллекта? Человек, совершенно верно. А человек может сам себя мотивировать, правильно? И, говоря про изобретение, да, искусственный интеллект поражает наше воображение, рисуя картины в стиле Ван Гога или сочиняя тексты в стиле Гоголя, но чего-то нового, принципиально нового, компьютер еще не изобрел. Он не создал что-то. Пожалуйста, раунд номер пять. Пока вы голосуете, я хочу сказать, что вот роман Евгения Замятина «Мы» заканчивается фразой «Разум должен победить». Вот. В его романе «Учителя-роботы» душа и фантазия — это страшные болезни, которые нужно лечить. Вот я не верю в этот разум, да, я верю в другой разум. В наш человеческий, в добрый, надеюсь, в вечный. Давайте посмотрим, во что же верите вы. Я попрошу наших технических специалистов пройти по ссылке. Не открывается, да? Хорошо, давайте тогда проголосуем онлайн. Кто из вас за то, что во всех этих раундах победит человек? Можно поднять руки. В большинстве, да, ну, примерно. Вы верите в человека разумного. А кто из вас за то, что победит все-таки искусственный интеллект? И нас с вами заменят иногда когда-то. Так, хорошо. Хорошо, спасибо. Я не буду к этому как-то относиться. Я могу сказать, что только, ну, я верю вот в человеческое. Кстати, о вере. Разрешите представить вам веру. Вера — это представитель искусственного интеллекта. Это робот, ей можно позвонить. Ее задача — провести собеседование и принять решение, взять вас на работу или не взять. Мне кажется, что доверять нужно именно человеку, да, а не вере в данном случае. И завершая свой мастер-класс, хочется сказать, что мир, наверное, подошел к такому моменту, когда он находится в состоянии дефицита смыслов. Да, и наше с вами, наверное, от нас с вами зависит, как мы будем использовать этот искусственный интеллект. Пока мы его учим, да, его судьба в наших руках. А от нас с вами зависит то, чему будут учить его те, кого сейчас учим мы. Вот. И про изобретение можно судить, наверное, по изобретателю. И прежде чем до конца сформировать свое взвешенное суждение о том, что же такое искусственный интеллект, нужно, наверное, разобраться, а кто мы с вами. Спасибо за внимание. Спасибо.